Мы с вами познакомились со словами, как мы можем выразить, когда нам что-то нравится или не нравится, например, какое-то блюдо. Если нам нравится, мы можем сказать «знакомитый», «вышменитый», «превосходный», «шикарный», «пышный», «пшепышный», «шветный», «вкусный», «прямо обалденно вкусный», «отличный», «бардо добрый», «добрый», «очень хороший», «хороший», «смачный», «незвый», «вкусный», «неплохой». Если нам не нравится, мы можем сказать «недобрый», «окропный», «без смаку», «кепский», «звый», «нехороший», «ужасный», «без вкуса», «плохой» или «что-то посерединке» между «хорошим» и «плохим», «такисобия», «так себе», «несбыт смачный», «неслишком вкусный», «незабардо», «не очень», «сам раз», «самый раз». Также у нас две конструкции есть «дла мне плюс мяновник», «проше плюс верник». Когда мы говорим «для меня что-то», то мы используем просто слова в именительном падеже без изменения окончания. Если мы говорим слово «проше», мы используем вименительный падеж и, соответственно, меняем окончание. Например, «для мне кава с млекем», «проше каве с млекем», «для мне пицца», «для мне пицца», «проше пицце», «для мне курчак с фритками», «проше курчака с фритками». И также в одном из упражнений в десятом уроке у нас было предложение «знам тэ студентка», «не знам тэ студентки». Помню, что верник у нас положительный товарищ, он все знает, любит, имеет. И дополнит у нас, когда есть отрицание «не знаю», «не люблю», «не хочу», «не умею», «не имею». И, соответственно, меняется падеж, меняются окончания. Так вот, мы уже с вами помним и знаем, что сказательные местоимения, такие как «тэн», «та», «то», в этом числе и во множестве также, принимают окончания прилагательных. Например, «та», «тэй» в дополнячу, «та», «тоу», по идее, должно быть в бернику. Но это исключение, единственное из всех этих местоимений. Мы скажем «знам тэ студентка». Вот перед нами табличка с местоимениями сказательными. И здесь у нас «пшипадок» – это падеж, падежи. Яновник, допэлнич, целовник, берник, нажедник, месяцовник. Здесь также есть еще «вотч». И по падежам расписаны местоимения. Нас пока интересует единственное число. Множественное число будем проходить позже немного. И мы видим, что в именительном падеже мы скажем «то», «та», «то», «тэ», «та», «то». Дополнячу «тэго», «тэй», «тэго». То есть смотрим «тэго», «тэй», «тэго». Местоимение принимает окончание как прилагательное. В бернику «тэго», «тэ», исключение у нас здесь идет, «то», как в минувнику. Давайте рассмотрим на примерах. Просто нужно запомнить. Например, «знам тэ твоем добром студентке». Я знаю «эту», исключение. И дальше у нас по правилам пошли. Твоем добром, твою хорошую студентке, студентку. Тэ моем велком родине. Например, помнишь, поменташ тэ моем велком родине. Ты помнишь эту мою большую семью. Тэ, исключение, моем велком, прилагательное идут по правилам, родине. То есть, когда мы используем местоимение «тэ» в женском роде и используем винительный падеж «берник», то правильно будет сказать «тэ», не «том». Например, «читам тэ кщеншка». Я читаю эту книгу. «Видзэ тэ кобетэ». Я вижу эту женщину. «Жучь ми тэ пилке». Брось мне этот мяч. Пилка. Мяч женского рода в польском языке. Пилка. Она. Значит, тэ пилка. Подай ми тэ суль. Подай мне эту соль. Еще несколько примеров. Мам тэ чекавом кщеншке. Я имею эту интересную чекавом кщеншке книгу. Хцет тэ небеском сукенке. Я хочу это синее платье. Мам тэ порцелановым филижанке. У меня есть эта парфоровая чашка. Я имею эту парфоровую чашку. Итак, допэлнадж. Мужской род и средний род. Прилагательные имеют окончание «эго». Существительные имеют окончание «а». В мужском неодушевленном есть окончание «ау». Женский род. У прилагательных окончания «эй», у существительных «ыи». Прочитаем несколько примеров. Повторяйте, пожалуйста, все вслух за мной. Не люби горонцей хэрбаты. Я не люблю горячего чая. Каждый прагне сукцесу и богатства. Каждый прагне сукцесу и богатства. Каждый прагне чэго. Это наш допэлнадж. Родительный падеж. Каждый желает успеха и богатства. Пётр дочекаўся эмэратуры. Эмэратура роды женские, а вянс консувка «ы». Пётр дождался пенсии. Пшед шняданем напијемыще кавы. Чэго? Кавы. Перед завтраком мы напьёмся чего? Кофе. Она не люби готованы мархэвки. Она не люби чего? Варенай марковки. Дзиў немам кулацьи. Сьогодня не имею ужина. То ест прэзент для кого? Когу чэго? Для моеј цурки. Эта подарок для моеј дочки. Не люби ани млэка, ани мёду. Я не люблю ни молока, ни мёда. Ещё несколько примеров. Не хце спокою, хце импрезе. И здесь мы видим, если мы говорим «не хочу», используем допэлняш, родительный падеж. А если хочу, значит используем берник, винительный падеж. Не хочу, спокойствие, хочу вечеринку. Войтек не з'ядыл обяду. Войтек не съел чьего обеда. Чи то ест дом твоего ойца? Эта ли дом твоего отца? Когда мы говорим о какой-то принадлежности, чьё-то, что-то, то мы также используем допэлняш. Твоего отца. В кухне бракуя тыльку столу. В кухне не хватает только стола. Дупэлняш может быть не только просто отрицанием, но также может быть скрыта негация, то есть какое-то скрытое отрицание не хватает, бракуя, значит также это отрицание не хватает чего-то. И также используем допэлняш, родительный падеж. Не вем, як дочекам конца спектакля. Я не знаю, как я дождусь конца спектакля. Жечим ему поводзэння. Мы желаем ему удачу. Когда мы кому-то чего-то желаем, мы также используем допэлняш. Хоры подшибуя сну. Больной нуждается во сне. Аня боящая экзамена. Аня боится экзамена. Боится чего экзамена. И давайте разберем более подробно. Когда же мы используем родительный падеж? Кеды уже вам и допэлняча. Когда у нас есть нагация, то есть когда у нас есть отрицание. Не люблю, не хочу, не вижу, не имею, не знаю, не умею. То есть когда конкретно стоит «не», тогда у нас идёт допэлняш, родительный падеж. Когда у нас есть послесынность, то есть принадлежность, чьё-то, например, вот у нас в примере было, твоего ойца. Чьё? Твоего отца. Моей мамы. То, код моей мамы, например. Это код чей? Моей мамы. Когда мы говорим о датах, также используется допэлняш, родительный падеж, например, пятнастего мая, пятнадцатого мая. Когда мы говорим о количестве, например, килограммы, литры, мало-много, кусочек и так далее. И также с цифрами от пяти и дальше, кроме цифр, в общем, со всеми цифрами, кроме один, цифр два, три, четыре и чисел, которые заканчиваются на два, три, четыре, все остальные цифры, после всех остальных цифр нам нужен также допэлняш. Например, килограмм чего? Молока. Или литр чего? Молока. Литр млека. Также после названия упаковки мы используем родительный падеж. Бутылка чего-то, например. Бутылька млека того же. После глаголов некоторых, таких как шукам, бояще, жичич, запоминам, запомне, подшибуе, слухам, браковач, учича, уживач и так далее. Их больше гораздо, но это основные я написала. То есть, когда у нас идет скрытое нега, скрытое негация, скрытое отрицание, да? Есть прямое отрицание, когда он стоит не люблю, не имею. И также может быть скрытое отрицание. Например, я что-то ищу, шукам. Раз я чего-то ищу, значит, я что-то потерял. А у меня этого нет. И я это ищу. Бояще. Я боюсь, значит, я не имею страха. У меня нет смелости. Я боюсь. Жичич, когда мы кому-то чего-то желаем, предполагаем, что человеку этого не хватает, у него этого нет. Мы ему этого желаем. Когда я что-то забываю, у меня нет памяти. Когда я в чем-то нуждаюсь, соответственно, у меня этого нет. Когда я слушаю, значит, у меня чего нету? Например, каких-то знаний я об этом слушаю. Браковоч не хватать, не доставать. Тут уже понятно. Учаще. Когда я чему-то учусь, значит, мне не хватает знаний, возможно. Также после некоторых предлогов, их много, и я оставлю ссылку на презентацию, можно будет почитать, после каких предлогов мы используем родительный поддерж с примерами, с подробными. И давайте теперь рассмотрим род заменский, мужской род, не животный, неодушевленный. Как мы видим, здесь у существительных могут быть два варианта окончания. Может быть, окончание а или же у. Когда какое используем. Окончание у в мужском роде, неодушевленный, в доп. уняж, в родительном падеже, мы пишем после названия транспорта. Например, у меня нет велосипеда. Когда какая-то абстракция у нас, не мам часу, не имею времени, то есть его не потрогать, не определить как-то нельзя. После собирательных существительных, например, рис, он состоит из множества рисинок, собирательное такое слово, он не любит рыжу, не любит чайгу рыжу, он не любит риса. После жидкости, с жидкостями, не после жидкости, а с жидкостями, они не любят майонезу. Майонез у нас жидкий, кетчупу, кетчупа тоже жидкий, они не любят майонеза, кетчупа. С днями недели мы также используем доп. униж, родительный падеж. Они не любят понедельника. Окончание а, здесь окончание а, после, с названиями месяца, не любя мая, не любя марца, не любят мая, не любят марта, с названиями спортов и танцев, не играем в теннис, я не играю в теннис, не танцую вальс, я не танцую вальс. Также, когда речь идет о каких-то кухонных, кухонной утвари, о какой-то кухонной утвари, например, шуком ножа, я ищу чего? Ножа. Шуком кубка и гарнка, я ищу кастрюльку и кружку, кружку и кастрюльку с названиями овощей и фруктов. Не ем огурка, например, не ем огурца. Название валют, не мам доллара, не мам фунта, то есть не доллара, не фунта. И также, когда мы говорим о марках, марках автомобильных, сигаретных, алкогольных, вообще каких-либо марках, не мам мерседеса, не имею мерседеса. И еще немножечко пример, когда мы используем берник, а когда мы используем допэлнедж с глаголом запомнить, забыть. Смотрите, когда мы что-то забыли физически, но мы можем вернуться и забрать это, то мы используем допэлнедж. Например, запомнял им зашиту, запомнял им долгопису, запомнял им тейкщеншки, то есть я забыл тетрадь, я забыл ручку, я забыл эту книгу, но мы можем вернуться и забрать, или кто-то за нас заберет, то есть физическую вещь какую-то потеряли, и физически мы можем вернуться и взять это, то мы используем допэлнедж. Если мы что-то забыли, но это не физический предмет какой-то, мы не можем это вернуться и взять, то мы используем берник, винительный падеж. Например, запомнял им дроге до тегу будинку, я забыл дорогу к этому зданию, то есть просто забыл в уме у себя, вернуться и взять мы дорогу никак не можем, только вспоминать ее. Запомнял им юштемпфильм, я забыл уже этот фильм, просто в уме у себя забыл, физически ничего мы вернуться взять не можем. Стелла запомняла смак лоду, Стелла забыла вкус мороженого. Итак, домашнее задание, почитать предлоги и примеры после предлогов в родительном падеже, также глагол забыть, когда используем берник, когда дополняешь, когда используется берник, почитать еще раз, когда мы ставим окончание у, когда а в мужском неодушевленном роде, также запоминаем окончание родительного падежа, читаем вслух примеры и запоминаем местоимения сказательные и помним, что в бернику, в бернику в винительном падеже у нас исключение тэм.